Я начинаю вас уже узнать. Мы уже родные вам. Чем отличается кухня Тамбовской области от кухни других регионов? Что в ней преобладает? Может быть я отвечу на другой вопрос, как обычный политик делает. Задается один вопрос, а он совершенно на своем. Но связано. Мы давно не снимали русскую кухню. У нас бывают какие-то жилы. Например, я был на прошлой неделе в Брянске. И на этой неделе в Тамбовской области. И малина... Мы снимали очень... Я наелся так малиной в Брянске, Что даже смотреть на них не могу. А вот здесь надо было снимать еще и малину. А я говорю, ребята, ну как-то странно, что вот две передачи подряд и одна малина. И у нас тоже так пошло немножко вот с высокой кухни. Мы начали какие-то очень такие завороченные, навороченные какие-то блюда делать. Когда мы приехали сюда, мы как-то вот приземлились на русскую землю и стали есть опять-таки очень вкусную русскую еду. Это щи с блинами. Вот такой крышевый блин. Было очень вкусно. Это окорок. Виндокс. Да. Мы делали с Натальей антоновка с гречкой. С садуванчиковым мёдом. Мы отменно ели и за кадром. Почему я говорю, господи, это такая поездка была, плюс три, плюс три килограмма. И это... Но я не могу столько есть уже. Я как с каждым годом все замедляется, обмен веществ и так далее. И получается, что даже я ничего не ем и всё равно я не худею. Я немножко парюсь по этому поводу, честно скажу. Поэтому сложное было в этом отношении поездка. Столько было вкусной еды. И главное для меня, что вот, когда я чувствую, что люди очень сильно ждали, очень душевно принимают гостей, как вы, как в Тамбове. Ну, как можно отказать? Я не понимаю. Что я скажу? Что я за рулём? Я не за рулём. Что я худею? Ну, ладно, завтра начну худеть. То есть я считаю, что если кто-то сделал такой для меня шаг, то я обязан это делать наоборот. Вот.